Шахринавская правда стала благодатью лидера. Китай объявил вне закона соблюдающих ислам уйгуров. Умеренный ислам предложили использовать против мигрантов из Центральной Азии. Печатный орган администрации города Шахринав изменил название с Хакикати Шахринав на Файзи Пишво – благодать лидера. Руководство издания утверждает, что смена названия обусловлена велением времени. Главный редактор газеты Хагматулло Соттори сообщил в беседе с Радиозади, что старое название издания не соответствовало современным реалиям. Шахринавская правда – это название советской эпохи. И последний год ответственные работники издания находились в поисках лучшего названия. «Был даже объявлен конкурс. В результате выбрали название «Благодать лидера», – заявил он. Газета была основана в 1993 году и издается от 4 до 6 раз в месяц тиражом 2600 экземпляров. На ее страницах в основном публикуются правительственные постановления и агитационно-пропагандистские материалы. Напомним, что в течение длительного времени к Рахмону было положено обращаться Дженабио Ли. Ваше превосходительство. Однако в 2016 году тиран получил новый титул – лидер нации. Наблюдатели отмечают, что с каждым годом режим Рахмона вместе со своими пособниками и подхалимами ставят новый рекорд на уровне культа личности президента. Режим навязывает населению качества, которые противоречат его историческому характеру и культуре, ведь никогда народу Таджикистана не были свойственны подхалимство и раболепие перед тираном. И это неудивительно, ведь священный хадис разъясняет правильное отношение мусульман к законному халифу. Будут правители, и вы будете видеть от них хорошее и порицаемое. И кто узнал порицаемое, тот не причастен. И кто порицал его, спасся. Однако погиб тот, кто довольствовался и последовал. Что же тогда говорить о Рахмоне, правящем секулярными законами и сохраняющем свою власть лишь благодаря поддержке извне врагами народа Таджикистана? Китайские власти в своей борьбе с мусульманами переходят все мыслимые границы. В Синьцзяне власти для определения сепаратистски настроенных уйгуров-мусульман начали руководствоваться списком признаков так называемого религиозного экстремизма, сообщает Радио Фри Эйжа. Согласно этому списку, теперь человека могут задержать за то, что он кладет руки на грудь во время молитвы или красит волосы хной, хранит дома большое количество еды, молится за пределами мечети, носит часы на правой руке, ходит в коротких брюках, отращивает длинные волосы, будучи мужчиной и так далее. В ранней версии списка было зафиксировано 75 признаков, сколько их теперь радиостанция не уточняет. «У них там какая-то организация, они распознают друг друга покрашенным волосам, иначе бы они этого не делали», заявил секретарь отделения Коммунистической партии Китая в округе Хатан. «Если человек не здоровается с представителями партии, если он воздерживается от спиртного, все это теперь считается признаком религиозного экстремизма», сообщил другой партийный функционер. «Правительство Китая вот уже на протяжении нескольких десятков лет подвергает жестоким репрессиям уйгурских мусульман, всячески препятствуя им в соблюдении их религии. Дело дошло даже до того, что мусульман изъяли из их домов кораны и молитвенные коврики». Комментируя происходящее, представитель Всемирного уйгурского конгресса Тургун Джан Алавудун предположил, что власти хотят выдавить ислам из уйгуров. «Они думают, что если уйгуры станут атеистами, их легче будет ассимилировать», считает он. В Москве 11 ноября состоялась лекция-семинар, организованная Ассоциацией общественных объединений и собрания, на которой обсуждались меры противодействия распространению так называемых экстремистских идей среди трудовых мигрантов. Основным докладчиком по теме выступил председатель автономной некоммерческой организации научно-просветительский центр Аль-Васатыя «Умеренность» Ли Вячеслав Полосин. По мнению Полосина, с мигрантами должны работать муфтияты в Таджикистане и Узбекистане. Местные знатоки ислама, которые являются для них авторитетами, должны разъяснять всю пагубность так называемой экстремистской идеологии, считает деятель. В этом, по мнению Полосина, может помочь так называемая «Васатыя» – «Умеренность». Все выступавшие участники призывали к поддержке так называемого «Умеренного ислама». Вину надо накладывать на тех, которые не решали. Отметим, что сам термин «Умеренный ислам» является продуктом Запада и никакого отношения к исламу не имеет. Само разделение ислама на «Умеренный», «Радикальный» и «Политический» неприемлемо и противоречит принципам Корана. Известный турецкий и политический аналитик Акиф Чаркчи в своей статье «Чему служит модель «Умеренного ислама», придуманная глобальными гегемонами» пишет, что такие понятия, как «Исламский террор», «Умеренный ислам», «Радикальный ислам», придуманные американскими политиками и их союзниками, служат интересам позитивистов, секуляристов и элитистов. Интересное мнение на сей счет высказывает и американский журналист Дэниел Гринфилд. В одной из своих статей описывает термин «Умеренный ислам» следующими словами. «Умеренный ислам – это новая мультикультурная теология Запада. Возьмите ислам, выверните его наизнанку, и вы получите умеренный ислам. Возьмите мусульманина, не посещавшего мечети целый год, который может назвать весь стартовый состав в Сан-Диего Чарджес, но не может назвать сподвижников Мухаммада, и у вас есть умеренный мусульманин. Продолжение следует... Продолжение следует...